Дорожное движение Дорожное движение Основные причины таких столкновений на дороге – это несоответствие скорости автотранспорта существующим условиям дорожного движения, несоблюдение безопасной дистанции в потоке машин, невнимательность водителей, поясняет инспектора. Внимательными они советуют быть водителем и в процессе движения по дороге, и при пересечении с пешеходными переходами. Водителям необходимо уже поменять свой стиль вождения, избежать резких маневров, перестроений, торможений, выбрать наиболее, скажем так, большую дистанцию для движения, ну и, конечно же, снизить максимальную скорость свою при передвижении территории города Перми. Быть предельно внимательными при повороте на перекрестках, при проезде пешеходных переходов. Ну а пешеходам, в свою очередь, как раз когда у нас идет снег, метель, быть предельно внимательными, потому что люди у нас часто надевают капюшоны, не смотрят по сторонам. Правила перехода через дорогу надо соблюдать. Сначала убедитесь, что все машины вас пропускают. Посмотрите по сторонам и только тогда начинайте движение через дорогу. Для этого стоит снять капюшон и убрать наушники в карман. В самом опасном положении взрослые и дети, что переходят дорогу не глядя по сторонам, а смотрят на экраны своих смартфонов. Скоро сезон санок, сезон различных тюбингов. Как правило, также у нас происходит происшествие, когда ребята, передвигаясь на таких приспособлениях, попадают в ДТП. Родителям тоже стоит вспомнить основные правила безопасного поведения именно с такими передвижными устройствами, скажем так, на дорогах нашего города. И при переходе всегда, конечно же, снимать ребенка и везти его за руку через дорогу пешком. Важное напоминание для всех водителей автомобилей. Если вы до сих пор не поменяли резину с летней на зимнюю, помните, что это может быть причиной ДТП. А кроме того, в этом году в законодательство внесены изменения. За управление транспортным средством в зимний период с декабря по февраль, используя летние покрышки, а летом шипованные, водитель привлекается к административной ответственности и штрафу в 500 рублей.